Стали известны новые подробности двойного убийства, которое произошло 20 января на проспекте Небесной сотни 41. В сети появились сообщения от знакомых вероятного убийцы. Он женат и у него есть сын. Находится в наркозависимости, которая была причиной увольнения со многих мест работы. Задержанный 30-летний мужчина отрезал голову и расчленил своего отца. А потом встретил полицейских, держа голову отца в руках и заявил, что он бог, которому не поклоняются. Труп 53-летнего мужчины с вырезанными внутренностями лежал на диване в комнате. Второй жертвой стал 32-летний уроженец Балтского района, квартирант, который жил вместе с семьей фигуранта. Задержанный убил его на кухне, нанеся многочисленные ножевые ранения шеи, рук, спины, брюшной полости. С места преступления изъяли множество вещественных доказательств. Среди них 11 ножей. В рамках производства, начатого в соответствии с пунктом 1 части 2 статьи 115 Уголовного кодекса Украины, назначен ряд экспертиз, направленных на исследование психического состояния подозреваемого. Его вменяемости и полных обстоятельств правонарушения. Сейчас следователи ходатайствуют об избрании задержанному в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины фигуранту меры пресечения в виде содержания под стражей без возможности внесения залога. Засадеянное ему может грозить лишение свободы на срок от 10 до 15 лет или пожизненное заключение. Здесь слив подозреванного. В рамках проваджения, которое было распечатано за пунктом 1 части 2 статьи 115 Уголовного кодекса Украины, назначено низко экспертиз, спрямованих на исследование психического состояния подозреваемого, его осудности, а также установление полных обставин криминального правопорушения. Зараз следователи клопочут про обрання затриманному запобежного захода у вигляді тримання під вартою без возможности внесения заставы. Заскоєне ему загрожує позбавление воли на срок от 10 до 15 лет или до вечно увязнение. Продолжение следует... Продолжение следует...